Рек-Сквер представляет Мамины и папины сказки Ганс Христиан Андерсон Оля Лукоя Перевод Анны Петра Ганзу Никто в свете не знает столько сказок, сколько знает их Оля Лукоя Вот мастер-то рассказывать Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках Является Оля Лукоя Он обут в одни чулки и тихо-тихо поднимется по лестнице Потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату И слегка прыснет детям в глаза молоком В руках у него маленькая спринцовка И молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой стройкой Тогда веки у детей начинают слепаться И они уж не могут разглядеть Оля А он подкрадывается к ним сзади И начинает легонько дуть им в затылке Подует и головки у них сейчас оттяжелеет Боли при этом никакой У Оли Лукоя нет злого умысла Он хочет только, чтобы дети угомонились А для этого их непременно надо уложить в постель Вот он и уложит их А потом уж начнет рассказывать сказки Когда дети заснут, Оля Лукоя присаживается к ним на постель Одет он чудесно На нем шелковый кафтан Только нельзя сказать, какого цвета Он отливает то голубым, то зеленым, то красным Смотря по тому, в какую сторону повернется Оля Под мышками у него по зонтику Один с картинками, которые он раскрывает над хорошими детьми И тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки А другой, совсем простой, гладкий Который он развертывает над нехорошими детьми Эти спят всю ночь, как чурбаны И поутру оказывается, что они ровно ничего не видели во сне Послушаем же о том, как Оля Лукоя навещал каждый вечер Одного маленького мальчика Яльмара И рассказывал ему сказки Это будет целых семь сказок В неделю ведь семь дней Понедельник Ну вот, сказал Оля Лукоя, уложив Яльмара в постель Теперь разуберем комнату И в один миг все комнатные цветы и растения Выросли в большие деревья Которые протянули свои длинные ветви вдоль стен К самому потолку Вся комната превратилась в чудеснейшую беседку Ветки деревьев были усеяны цветами Каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы А вкусом слаще варенья Плоды же блестели, как золотые Еще на деревьях были пышки Которые чуть не лопались от изюмной начинки Просто чудо, что такое Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола Где лежали учебные принадлежности Яльмара Что там такое, сказал Оля Лукоя Пошел и выдвинул ящик Оказалось, что это рвала и метала аспидная доска В решение, написанной на ней задачи Вкралась ошибка И все вычисления готовы были распасться Грифель скакал и прыгал на своей веревочке Точно собачка Он очень желал помочь делу, да не мог Громко стонала и тетрадь Яльмара Просто ужас брал, слушая ее На каждой странице В начале каждой строки Стояли чудесные и большие И рядом с ними маленькие буквы Это была пропись Возле же шли другие Воображавшие, что держатся так же твердо Их писал сам Яльмар И они, казалось, спотыкались об линейке На которых должны были бы стоять Вот как надо держаться Говорила пропись Вот так С легким наклоном направо Ах, мы бы и рады Отвечали буквы Яльмара Да не можем Мы такие плохонькие Так я угощу вас детским порошком Сказал Оля Лукоя А нет, нет, закричали Они и выпрямились Так что, Люба Ну, теперь нам не до сказок Сказал Оля Лукоя Будем-ка упражняться Раз, два, раз, два И он довел буквы Яльмара до того Что они стояли ровно и бодро Как любая пропись Но когда Оля Лукоя ушел И Яльмар утром проснулся Они смотрелись Такими же жалкими Как прежде Вторник Как только Яльмар улегся Оля Лукоя дотронулся Свою волшебную Спринцовкой До комнатной мебели И все вещи Сейчас же Начали болтать Между собою Все Кроме плевательницы Это молчало И сердилось Про себя На их суетности Говорить только О себе Да о себе И даже Не подумать О той Что так скромно Стоит в углу И позволяет Себя плевать Над комодом Висела Большая картина В золоченой раме На ней была Изображена Красивая местность Высокие Старые деревья Трава Цветы И большая река Убегавшая Мимо чудных Дворцов Залез В далекое море Оля Лукоя Дотронулся Волшебную Спринцовку И до картины И нарисованные На ней птицы Запели Ветви деревьев Зашевелились А облака Понеслись По нему Видно было Даже как Скользила По картине Их тень Затем Оля приподнял Яльмара К раме И мальчик Стал ногами Прямо В высокую траву Солнышко Светило на него Сквозь ветви Деревьев Он побежал К воде И уселся В лодочку Которая Колыхалась У берега Лодочка Была Выкрашена Красную И белую Краской Паруса Блестели Как серебряные И шесть Лебедей В золотых Коронах С сияющими Голубыми Звездами На головах Вереницами На балконах Но Яльмар И очень И вот И вот он Увидел Оказалось В церкви На своих Он таков Про себя Это их Завтра Отвезти Залом Они ведь Были обручены И готовились Вступить В брак А гости Все Прибывали Да Прибывали Мыши Чуть Не давили Друг друга На смерть И вот Счастливая Парочка Поместилась В самых Дверях Так что Никому Больше Нельзя Было Не войти Не выйти Зала Как и коридор Вся Была Смазана Салом Другого Угощения И не было В виде Жи десерта Гостей Обносили Горошиной На которой Одна родственница Новобрачных Выгрызла Их Имена То есть Конечно Всего-навсего Две первые Буквы Див Да и только Все мыши Объявили Что свадьба Была Великолепная И что Время Проведено Очень приятно Яльмар Поехал Домой Довелось Ему Побывать В знатной Компании Зато Пришлось Порядком Съежиться И облечься В мундир Оловянного Солдатика Пятница Просто Не верится Сколько Есть Пожилых Людей Которым Страх Как хочется Залучить Меня к себе Сказал Оля Лукоя Особенно Желают Этого Те Кто Сделал Что-нибудь Дурное Добренький Миленький Оля И говорят Они мне Мы просто Не можем Сомкнуть Глаз Лежим Без сна Всю ночь Напролет И видим Вокруг себя Все свои Дурные Дела Они Точно Гадкие Маленькие Тролли Сидят По краям Постели И Брызжут На Нас Кипятком Мы С удовольствием Заплатили Тебе Оле Добавляют Они С глубоким Вздохом Спокойной Ж Ночи Оле И Деньги На Окне Да Что Мне Деньги Я Никому Не Прихожу За Деньги За Что Бы Нам Взяться Сегодня Ночью Спросил Яльма Не Хочешь Ли Опять Побывать На Свадьбе Только Не на Такой Та, что одета мальчиком И зовется Германом Хочет повенчаться С куклой Бертой Кроме того Сегодня День рождения Куклы И потому Готовится Много Подарков Знаю, знаю Сказал Яльмор Как только куклам Понадобится Новое платье Сестра Сейчас Празднует Их рождение Или свадьбу Это уж Был Сто раз Да А сегодня Ночью Будет Сто первой И значит Последней Оттого и готовится Нечто Необыкновенное Взгляни-ка Яльмор Взглянул на стол Там стоял домик Из картона Окна были освещены И все оловянные солдатики Держали ружья На караул Жених с невестой Задумчиво Сидели на полу Прислонившись К ножке стола Да Им таки было О чем задуматься Оля Лукоя Наряженной В бабушкину Черную юбку Обвенчал их И вся комнатная мебель Запела На мотив марша Забавную песенку Которую Написал карандаш Затянем песенку Дружней Как ветер Пусть несется Хотя Чита наша Ей-ей Ничем не отзовется Из лайки Оба И торчат На палках Без движения Зато Раскошен Их наряд Глазам На загляденье И так Прославим Песни Их Ура Невеста И жених Затем Молодые Получили подарки Но отказались От всего съедобного Они были сыты Своей любовью Что ж Поехать нам теперь На дачу Или отправиться За границу Спросил Молодой На совет Пригласили Ласточку И старую курицу Которая Уже пять раз Была наседкой Ласточка Рассказала О теплых краях Где зреют Сочные Тяжелые Виноградные Кисти Где воздух Так мягок А горы Расцвечены Такими красками О каких Здесь Не имеют и понятия Там зато Нет нашей Зеленой Капусты Сказала курица Раз я Со всеми Своими Цыплятами Провела Лето В деревне Там Была Целая Куча Песка В котором Мы могли Рыться И копаться Сколько Угодно Кроме Того Нам был Открыт Вход В огород С капустой Ах Какая Она была Зеленая Не знаю Что может Быть Красивее Да ведь Один Качан Похож На другой Как две Капли воды Сказала Ласточка К тому же Здесь так часто Бывает дурная Погода Ну К этому Можно Привыкнуть Сказала Курица А какой Тут холод Да выгляди Замерзнешь Ужасно холодно То ты хорошо Для капусты Сказала Курица Да Наконец И у нас Бывает Тепло Ведь Четыре Года Тому Назад Лето Стояло У нас Целых Пять Недель Да Какая Проехала Проехала В бочонки И Никакого Удовольствия Нет В путешествии Да Курица Особо Вполне Достойная Сказала Кукла Берта Мне Тоже Вовсе Не нравится Ездить По горам То вверх То вниз То вверх То вниз Нет Мы Переедем На дачу В деревню Где есть Песочная Куча И будем Гулять В огороде С капустой На том И Порешили Суббота А сегодня Будешь Рассказывать Спросил Яльмар Как только Оля Лукоя Уложил его В постель Сегодня Некогда Ответил Оля И раскрыл Над мальчиком Свой красивый Зонтик Погляди-ка Вот на этих Китайцев Зонтик Был похож На большую Китайскую Чашу Расписанную Голубыми Деревьями И узенькими Мостиками На которых Стояли Кивая Головами Маленькие Китайцы Сегодня Надо будет Принарядить К завтрашнему Дню Весь мир Продолжал Оля Завтра Святой день Воскресенье Мне надо Пойти на колокольню Посмотреть Вычистили ли Церковные Карлики Все колокола Иначе Они Плохо Будут Звонить Завтра Потом Надо В поле Посмотреть Смел ли Ветер Пыль Стравы Листьев Самая же Трудная Работа Еще Впереди Надо Снять С неба И Перечистить Все Звездочки Я Собираю Их В свой Передник Но Приходится Нумеровать Каждую Звездочку И каждую Дырочку Где она Сидела Чтобы Потом Разместить Их Как следует Иначе Они Плохо Будут Держаться И посыплются С неба Одна С другой Послушайте Господин Оля Лукоев Сказал Вдруг Висевший На стене Старый Портрет Я Прадедушка Иальмара И очень Вам Благодарен За то Что вы Рассказываете Мальчику Сказки Но Вы Не Должны Извращать Его Понятий Звезды Нельзя Снимать С неба И Чистить Звезды Такие Ж Светилы Как Наша Земля Тем То Они Хороши Спасибо Тебе Прадедушка Отвечал Оля Лукоев Спасибо Ты Глава Фамилии Старая Все-таки Постарше Тебя Я Старый Язычник Римляне И греки Звали Меня Богом Сновидений Я Имел И имею Вход В знатнейшие Дома И знаю Как Обходиться И с Большими И с Малыми Можешь Теперь Рассказывать Сам И Оля Лукоев Ушел Взяв Подмышку Свой Зонтик Ну Уж Нельзя И высказать Своего Мнения Сказал Старый Портрет Тут Яльмар Проснулся Воскресенье Добрый Вечер Сказал Оля Лукоя Яльмар Кивнул ему Головкой Вскочил И повернул Прадедушкин Портрет Лицом К стене Чтобы он Опять не вмешался В разговор А теперь Расскажи мне Сказки Про пять Зеленых Горошин Родившихся В одном Стручке Про Петушиную Ногу Которая Ухаживала За куриной Ногой И про Штопольную Иглу Что Воображала Себя Швейной Иголкой Ну Хорошенького Понемножку Сказал Оля Лукоя Я лучше Покажу тебе Кое-что Я покажу тебе Своего Брата Его тоже Зовут Оля Лукоя Но он Никому Не является Больше Одного Раза В жизни Когда же Явится Берет Человека Сажает К себе На лошадь И рассказывает Ему Сказки Он знает Только две Одна Так Бесподобно Хороша Что Никто И представить Себе Не может А другая Так ужасно Что Да нет Невозможно Даже и сказать Как Тут Оля Лукоя Приподнял Яльмара Поднес Яльмар 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 — Да, вот это поучительно, — пробормотал прадедушкин портрет. — Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение. Он был очень доволен. — Вот тебе и вся история о Боле-Лукуе. А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь. — Друзья, если вам понравилась сказка, подпишитесь на канал Мамины и Папины сказки.